Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Однажды к Бешту, Бешт это аббревиатура имени Бальшим Тов, основатель хасидского движения, где-то 300 лет назад, так вот однажды к Бешту пришел один из его хасидов, человек не бедный, достаточно с деньгами, и сказал, «Уважаемый Раф, я провинился, и помогите мне выйти из неловкого положения». «В чем ты провинился?» – спросил его Бешт. И человек говорит, «Когда был Пурим, я немного выпил, и моя жена, сидя со мной за праздничным столом, сказала как-то, что у нее, это было сказано где-то там к слову, у нее есть мечта, когда-нибудь увидеть Илья О'Нави, и я, будучи в хорошем расположении духа и немножко в подпитии, сказал, что я луну для нее достану, и я сделаю так, что она обязательно увидит Илья О'Нави, и я дал ей обещание. И потом, когда я протрезвел и понял, что я ей пообещал, чтобы она увидела Илья О'Нави, а этого достаиваются немногие, то я понял, что я совершил большую ошибку, я дал напрасное обещание, выполнить которое я не в силах. Что я делаю? Что я делаю в этой ситуации?» Бешт посмотрел на него и сказал, «Твоя жена действительно так хочет увидеть Илья О'Нави?» Илья О'Нави – «Да, сказал этот человек, я очень люблю мою жену, и я, если бы я был трезв, я бы, конечно, такое обещание не дал». Бешт посмотрел на него, прищурившись, и сказал, «Я могу вам устроить, чтобы вы увидели Илья О'Нави, и, в частности, чтобы твоя жена видела его так близко, как сейчас ты стоишь передо мной». Склонил голову Хасид перед Бештом и сказал, «Я очень вас прошу, я сделаю все, что вы скажете, только чтобы мы удостоились увидеть Илья О'Нави». И тогда Бешт ему сказал, «Да, рожь ашана несколько дней, сделаешь все, как я тебе скажу, и я тебе обещаю, что твоя жена увидит Илья О'Нави». Он сказал им наварить очень много вкусной и хорошей еды и отправиться в местечко, которое находится рядом с Меджи-Бош, найти там нужную улицу, найти там нужный дом, найти там нужный адрес и женщину по имени Рухали, и сделать все, как он скажет. И вот приходит Хасид домой, рассказывает все жене, они варят очень много еды, все кастрюли они ставят на телегу, запрягают лошадь и едут в соседнее местечко рядом с Меджи-Божием, находят, спрашивают у людей, где найти такую-то улицу, такой-то дом. И когда они подъезжают к названному дому, то они видят дом, который даже трудно назвать домом, лачуга, в которой давным-давно никто не чинил крышу, покосившиеся, и видно, что там беднота. И вот человек пожимает плечами, смотрит на свою жену и говорит, наверное, придется нам справлять Роша-Шана в таком неказистом домишке, но чего не сделаешь ради того, чтобы увидеть и встретить лицом к лицу Ильяу Анови. И вот он подходит к дому, стучит, открывает ему дверь. Женщина тонкая, как спичка, с изможденным лицом от недоедания. Рядом с ней, через нее выглядывают несколько детских мордашек, видно, такие же голодные, как она. И он говорит, вас звать Рухали? Она говорит, да. И он говорит, позвольте, может быть, вы меня приютите. Скоро Роша-Шана, и я уже никуда не успеваю попасть на праздник. Может быть, вы позволите мне справить Роша-Шана у вас? Она говорит, я бы с радостью, но я не могу. Вы мужчина, а я вдова. У меня просто голодные дети, я не могу к себе в дом пустить мужчину. И он говорит, вы не бойтесь, я с женой. Она говорит, ой, как хорошо, если вы с женой, то я могу вас приютить. Но я опять не могу вас приютить у себя. Роша-Шана по той причине, что у меня совсем нет еды, и вы даже праздник не сможете почувствовать. Мне нечем кормить своих детей, не то что вас. И он говорит, за это не волнуйтесь. Кричит своей жене и говорит, скажи своим детям, пусть идут нам помогают. Дети выглядывают, а там на телеге стоят кастрюли, 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 горшки, горшки, горшки. Пахнет свежевыпеченным хлебом. Дети издают радостный победный клич и начинают таскать кастрюлю побольше, поменьше. Рыба, мясо, курица, какие-то сладости, хлеб. У них от счастья закружилась голова. Женщина стоит, и по ее лицу текут слезы. Она говорит, Боже мой, Боже мой, Бог услышал наши молитвы. У нас будет настоящий Роша-Шана. Человек на всякий случай оглядывается, думает, может быть, сейчас появится Ильяо, Анави, и он сможет его видеть. И вот они занесли все кастрюли в дом. И дети нюхают это все и говорят, Боже мой, у нас будет настоящий праздник. И там яблоки, и там мед, и там все симонимы, которые должны быть на Роша-Шана. Женщина быстро накрывает на стол, а дети говорят этому человеку, пойдем, пойдем, нужно идти в Бета-Кнесет. Скоро заходит праздник, начинается молитва. И он говорит, конечно, конечно, идем в Бета-Кнесет. Там я обязательно увижу Ильяо, Анави, думает он про себя. И вот идут они в Бета-Кнесет, он голову извертел в разные стороны. Ильяо, Анави, нет, ничего, думает он. Сядем за праздничную трапезу, и, конечно, к нам постучит в дом Ильяо, Анави. Возвращаются они с Бета-Кнесет и садятся за праздничную трапезу. Он ждет всю трапезу, Ильяо, Анави не пришел. И тогда он думает, наверное, Ильяо, Анави окажет мне честь и появится тогда, когда все улягутся спать, чтобы не было лишних свидетелей. И он же говорит своей жене, будем ждать Ильяо, Анави, я тебе обещал, что он придет. Они со своей женой почти не сомкнули глаз всю ночь, они ждали приход, явление Ильяо, Анави. Но он не появился, и тогда он думает, наверное, на следующий день. Следующий день проходит, опять идут Бета-Кнесет. Он извертелся в разные стороны, нет, Ильяо, Анави не появился. Наверное, второй день Роша-Шана прошел, Ильяо, Анави так и не появился. Выходит праздник, понурые они едут обратно, и когда они возвращаются обратно, хасид бежит к Бешту и говорит, уважаемый Рав, уважаемый Рав, нет, Ильяо, Анави не пришел, мы с женой его не видели. И тогда Бешт говорит, ты думаешь, что так легко удостоиться, чести увидеть Ильяо, Анави, вы еще сделали не все, что нужно. И тогда он говорит, что еще нужно? Он говорит, подожди несколько дней, и ты обязательно увидишь Ильяо, Анави. Проходит несколько дней, приближается Йом-Кипур и говорит Бешт своему хасиду, сделайте много еды, поезжайте в этот же дом, и вы увидите Ильяо, Анави. И вот они снова загружают кастрюли, едут в соседнее местечко, да, Йом-Кипур остается всего один день, они приезжают к этой женщине и слышат, приближаются к дому, и слышат, с этого дома раздается плач. И кричит девочка и говорит, мама, мама, завтра Йом-Кипур, завтра пастится, я не ела уже два дня, как я могу паститься, как я могу выдержать этот Йом-Кипур, если у нас в доме нечего есть? Мальчик вторит, ей тоже плачет, говорит, мама, мама, как мы будем молиться Богу, как мы выдержим этот пост, если я голодный, и дети кричат голодные, тогда их мама твердым голосом говорит, дети, дорогие мои дети, берите все книгу Таилим, псалмы царя Давида, садитесь и читайте. Вы ведь помните, как это было в прошлый раз? Мы сидели, мы молились, и что произошло? Дети замолчали и сказали. Что произошло? Бог нам послал Илья у Анови с кастрюлями, с едой, с рыбой, с мясом, со сладостями, с арбузом, с дыней, с яблоками, с медом. Стоит Хасид в растерянности, смотрит на свою жену. Жена смотрит в растерянности на мужа. Сзади них стоят на телеге кастрюли и дымятся. И они в растерянности, и тогда жена говорит, стучись. Они стучатся в дверь. Дети бросаются, открывается дверь. И тогда Рухали говорит, что я вам сказала? Дети бросаются к мужу и жене, которые пришли, и сказали, мы знали, мы знали, что обязательно придет Илья у Анови. Пришел Илья у Анови со своей женой. И в этот раз он нас, Бог нас не оставил. Посмотрела жена на своего мужа и сказала, я действительно увидела Илья у Анови. Когда мы оказываемся в беде, когда у нас безвыходная ситуация, Всевышний посылает нам обязательно какое-то спасение. Нам нужно не отчаиваться. Каждый из нас может стать таким Илья у Анови для кого-то другого, протянуть руку помощи, помочь, когда у кого-то кто-то болеет, когда кому-то нужна помощь, когда сейчас мой сын сидит, несмотря на то, что он делал прививки, он сидит дома со своей семьей. У них обнаружилась корона. Слава Богу, что они чувствуют себя неплохо, легкая температура, сидят дома, привели дом в порядок, целую неделю им сидеть дома. Но сейчас мы для них, как Илья у Анови, мы бегаем, и мы супер привозим им продукты, титули, матерну, у них двое маленьких детей. И мой сын вдруг сказал мне, мама, ты для нас спасение, вся наша семья спасение, даже игрушки мы им привезли. Я чувствую, как будто вы для нас Илья у Анови. Каждый из нас может стать таким Илья у Анови. Но есть еще один маленький аспект. Нам нужно всегда быть очень осторожны, когда мы даем обещания. В нашей недельной голове Всевышний дает нам очень строгий наказ. Не клясться, не обещать, не давать обещаний, не давать напрасных обещаний. И перед емки-пур мы должны отдать все долги, мы должны рассчитаться совсем... Какие-то забытые вещи могут быть у нас дома, книги, мы у кого-то что-то занимали, стакан молока. И в сам Йом-Кипур первая молитва, которая произносится Колни-Дрей, нас освобождают. Мы должны сказать эту молитву для того, чтобы снять с себя грех напрасных обещаний, напрасной клятвы. Сейчас праздник Сукот. Вот на мне тень от солнца. Я сижу рядом с Сукой. Сейчас очень жарко зайти в Суку. И мой сын опять позвонил мне и сказал, «Мам, ты можешь мне сделать это, это и пойти на почту и получить за меня...» Мне нельзя выходить из дома, я в карантине. «Получить за меня на почте посылку, которая мне пришла». И я чуть не сказала, я обещаю, и тут же сказала, остановила себя и сказала, «Я постараюсь». Мы обычно всегда говорим друг другу «Бейзрат Ашем» с Божьей помощью. Если мы научимся говорить, «Да, я это сделаю», вместо этого всегда прибавлять, «Да, я сделаю», с Божьей помощью, «Бейзрат Ашем», то мы будем жить гораздо более праведнее и легче. На нас не будут висеть вот этот груз обещаний того, что мы обещаем другим. Как правило, мы всегда обещаем от доброго сердца, от хороших пожеланий, но не всегда наши планы совпадают с планами Всевышнего. И поэтому, если мы научимся по любому поводу говорить, «Бейзрат Ашем», с Божьей помощью, то наша жизнь будет лучше, счастливее, правильнее, и никому мы ничего не будем должны и обязаны. С вами была ваша бабушка Соня, и я обещаю вам с Божьей помощью, что и следующие мои рассказы, мои сипури, будут не менее интересные, но опять с Божьей помощью, дай Бог, чтобы все мы были с вами живы и здоровы. С вами была ваша бабушка Соня. Хак Цукот Самея.